Еще одним мероприятием, прошедшим в рамках проекта формирования комфортной городской среды, стал конкурс «Город моей мечты». Его итоги подвели в мэрии. На торжественную церемонию награждения собрались творческие коллективы и неравнодушные норинмарцы. На конкурс они представили свои проекты благоустройства различных микрорайонов Норинмара. Прием заявлений на конкурс стартовал еще 16 февраля. Каждый участник мог представить только одну заявку по благоустройству общественной территории. Всего на конкурс поступило 18 предложений. Проекты оценивались по четырем критериям – актуальность, реалистичность, оригинальность замысла и уникальность. Удивительно то, что в этом конкурсе, несмотря на то, что не было ограничений по возрасту, приняли участие молодые люди. Это значит, что молодежь наша связывает свое будущее с нашим родным городом, и она хочет видеть, каким он будет. В своих работах участники изображали замысловатые павильоны, уличные аквариумы, современные детские площадки, оригинальные фонари и скамейки. А в одном из рисунков автор даже представил летающие дома. Лучшим проектом жюри признала работу 11-классницы Юлии Хабаровой. Девушка призналась, что хочет стать архитектором и посвятить свой талант родному Норинмару. Чтобы он стал как культурной столице, чтобы все ездили не в Петербург, а в Норинмаре, чтобы дети говорили, вы видели здания в Норинмаре, сфотографируйте меня около них, а архитектором этих зданий буду я. Восьмиклассница Вероника Смирных в своем проекте благоустроила городскую набережную. Девушка обратила внимание не только на эстетику этого места, но и на экологичность. В своем эскизе Вероника предусмотрела возможность раздельного сбора мусора. У нас не особо благоустроена набережная, и я решила, что если так сделать, то будет удобно и так будет лучше. Все победители и призеры получили памятные призы и благодарственные письма.